Спасибо. Спасибо. Одного отечественного историка еще советской поры, который запомнился всем не столько своими работами, сколько одним крылатым выражением. Он задавал вопрос, что такое история? Ответ этого господина Покрова, профессора Покровского был такой. История это политика опрокинутая в прошлое. Иными словами, история современности, история этого поколения, это взгляд политиков на прошлое. Мне очень трудно с этим согласиться, потому что я профессиональный историк и преподаватель, и у меня совершенно другое представление о том, что такое история. А в моем представлении история это наука о прошлом, основанная на достоверных фактах. Вот сегодня мы наблюдаем оба подхода к тому, что произошло 75 лет назад. 8 мая, цитирую, 8 мая 1945 года, Америка и Великобритания одержали победу над нацистами. Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит. Ну, как вы думаете, кто это заявляет? Это заявляет официальная служба Белого пресс-служба Белого дома, это официальный аккаунт Белого дома. И цитата, которая была размещена 8 мая 1945 года. Это текст под видео, где американский президент Дональд Трамп и его супруга участвуют в мероприятиях по поводу завершения Второй мировой войны. В отличие от господина посла Разова, я могу, не будучи дипломатом, позволить себе назвать, привести конкретные факты и высказывания политиков, которые, на мой взгляд, мягко говоря, не соответствуют действительности. Еще одно выступление. 13 июня господин Трамп выступает на церемонии выпуска в военной академии США в Вестпойнте. Трамп считает, что, цитирую, «Американская армия победила фашизм и нацизм». Это его заявление. И он продолжает. «Такие выпускники Академии, как генерал Дуайт Эйзенхауэр, впоследствии ставший президентом страны, и генерал Амар Брэдли, привели США к победе над зловещими нацистами и имперскими фашистами». Я цитирую. Как видите, ни тут, ни в одном, ни в другом случае, Советский Союз и даже не упомянут. Ну, чем это объяснить? Есть американское объяснение. Бывший военный атташе в США в России Питер Звак назвал сообщение в Твиттер Белого дома о том, что во Второй мировой войне нацистов победили США и Великобритания, недосмотром. Цитирую, недосмотром. По его мнению, это был недосмотр, поскольку автор Твита, цитирую, «главным образом имел знания о Великой Отечественной войне, полученной в странах Западного фронта, поэтому не в полной мере осознавал огромный вклад и жертву СССР в нашу общую победу союзников». Ну, здесь мне тоже трудно согласиться, я даже мысли не допускаю о том, что президент США не был должным образом информирован об этом. Поэтому, на мой взгляд, здесь причина в другом, не в отсутствии информации, а это вот как раз то, о чем говорил профессор Покровский. Это политика, опрокинутая в прошлом. Мне представляется, что вот это заявление Белого дома, заявление Трампа является элементом внутренней борьбы в администрации Соединенных Штатов и попыткой скорректировать представление Трампа о реальных итогах Второй мировой войны и в том вкладе, который был сделан союзником, каждый из союзников в нашу общую победу. Это попытка скорректировать и для того, чтобы успокоить тех противников, как внутри администрации Белого дома, так и некоторых политиков в Европе с точки зрения итогов этой войны. Ну, попытка на самом деле довольно неуклюжая. Если мы отойдем немного назад и увидим, что и Трамп признавал вклад Советского Союза в эту войну 25 апреля, тот же год, совсем немного назад, совместное заявление президента Путина и президента Трампа по случаю 75-летия встречи на Эльбе советских и американских солдат. Цитирую. Кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединенных Наций 1942 года. Ну, помимо официальных заявлений, меня, как преподавателя и автора нескольких школьных учебников, настораживает еще вот какой факт. Понимаете, когда мы готовили эти учебники, я посмотрел учебники многих других стран, которыми пользуются наши коллеги за рубежом. Некоторые из них меня разочаровали, потому что в истории Второй мировой войны я не нашел таких ключевых событий, или они были упомянуты настолько вскользь, что реально терялось их значение. Курская битва, Сталинградская битва, битва под Москвой. Знаете, если мы это сравним с учебниками, по которым учатся наши дети в школе и в университетах, там есть, там есть и остров Мидуэй, там есть битва под Эли-Ламейном, разумеется, Второй фронт, там есть Орденны. Иными словами, там представлена картина, объективная, реальная картина событий военных времен с участием всех тех, кто, всех стран и всех армий. Я бы так сказал, что для того, чтобы реально оценить вклад каждой из этих стран, давайте обратимся к документам, чтобы, будем исходить из того, что история это наука, основанная на достоверных фактах. Итак, берем для начала доклад Международной комиссии по репарациям с Германией, во главе с послом Майским, которым был подготовлен в феврале 45-го года. В феврале 45-го года. Речь идет о том, что каждая из стран антифашистской коалиции, антигитлеровской коалиции, внесла посильный вклад, но, разумеется, этот вклад был неравновеликий. И вот в задачи этой комиссии входило определение формулы, согласно которой побежденная Германия должна была возместить понесенный ущерб державам-победительницам. Комиссия пришла к следующему выводу. Мне бы тут первый слайд, как мне, как сделать, чтобы начался слайд, мне не показали. Да? Вот, все я сделал. Спасибо. Держава-победительница. Цитирую. Повторяю. Это международная комиссия, в которой представлены представители антигитлеровской коалиции. Цитирую. Количество затраченных Германией на Советском фронте солдата дней превосходит это же количество на всех других союзных фронтах, по крайней мере, в 10 раз. Это общая позиция. Советский фронт оттягивал также четыре пятых германских танков и более двух третей самолетов. Это конкретные факты, с которыми никто не оспаривает. 75% всех военных усилий антигитлеровской коалиции пришлось на Восточный фронт. Иными словами, из 626 дивизий стран Оси, 508 были германскими, которые были уничтожены на Восточном фронте. Вот это конкретные цифры, которыми оперировали победители во Второй мировой войне. И в это время и Рузвельт, и Черчилль, как справедливо указывал посол Разов, признавали этот вклад. Публично признавали этот вклад. 27. Я не обратил ваше внимание на этот слайд. Он просто иллюстрирует вот эту мысль о том, сколько дивизий было на Восточном фронте, в итоге уничтожено, и сколько дивизий приходилось на все остальные фронты. Вот, на мой взгляд, это более чем показательно. Говоря о потерях в войне, господин Фалликов привел очень правильные цифры, 1 к 80 в отношении всех. Но, знаете, вот за этими страшными цифрами скрываются человеческие жизни. Для нас ведь каждая жизнь важна. А если страна потеряла 26 миллионов 685 тысяч, это цифра, которая, по сути дела, превосходит, обратите внимание. Все остальные вместе взятые. Вы спросите, почему? Потери военнослужащих во Второй мировой войне мы можем условно сопоставить. Мы потеряли в два раза больше, чем гитлеровская Германия. Но если мы говорим о военнопленных и пропавших без вести, то эта цифра увеличивается вдвое. А если мы с вами говорим о мирном населении, вот что ужасно. Вот эти цифры убивают. Это говорит о том, что это была война на тотальное уничтожение, тотальное уничтожение, предусмотренное, как справедливо отметил посыл Разов, в плане Барбаросса. Более 18 миллионов человек это были люди, которые не держали в руках оружие и не сражались. Это были люди гражданские, которые были просто уничтожены физически. Вот эти цифры убивают. Конечно, я называю вам эти цифры не только для того, чтобы показать, каков реальный вклад Советского Союза в победу над гитлеровской Германией. Действительно, Советский Союз потерял каждого седьмого своего гражданина. Великобритания потеряла одного из 127. США потеряли одного из 320 человек. Но это не значит, что мы делаем акцент только на этом. Мы признаем вклад наших союзников в нашу общую победу. Мы знаем, что Великобритания, особенно на первом этапе войны, почти в одиночку сражалась против гитлеровской агрессии. Мы знаем, что британская армия не только защитила свою страну, но и сражалась с нацистами и в Средиземном море, и в Северной Африке. Мы знаем, что американские и британские войска освобождали Италию. Мы знаем, что они открывали второй фронт в Европе. Мы знаем, что силы Соединенных Штатов Америки нанесли сокрушительный удар милитаристской Японии на Тихом океане. Мы не забываем жертвы китайского народа, который понес огромные жертвы в годы Второй мировой войны. И уж, конечно, мы не забываем ни бойцов, сражающихся Францией, ни бойцов движения сопротивления в Италии. В Италии движение сопротивления, только движение сопротивления, я не говорю о тех солдатах, которые были загнаны в армию, отправлены на чуждую им войну. И только в движении сопротивления 78 тысяч человек отдали свои жизни за то, чтобы избавить страну от фашизма и нацизма. Это все есть в наших учебниках. И мне кажется, что одна из этих жертв, один из этих героев, Владимир Тулиско, памятник которому мы открывали вчера в маленьком итальянском городке Кальдиеро, вот он был одним из тех, кто пожертвовал своей жизнью ради освобождения от фашизма. Мы очень признательны Марии Бертилле Марин, которая еще ребенком застала его умирающим виноградники и с тех пор каждый год приносила на его могилу цветы. Вот это сохранение памяти должно быть главным для нас, для педагогов прежде всего. Для того, чтобы мы сохранили память не только о жертвах, но и память о виновниках войны, память о победителях войны. И извлекли из этого уроки. Ну, конечно, мы благодарны нашим западным союзникам, союзникам по антигитлеровской коалиции за ту помощь, которую они оказывали нам не только на фронтах. Вот на этом слайде вы видите реальные цифры оказания помощи по ленд-лизу. Сразу отмечу, что Советский Союз выплачивал, это были поставки неблаготворительные, это были поставки на коммерческой основе. И Советский Союз, и преемник Советского Союза, современная Россия, никогда не отказывались от этого. Цифры могли быть корректированы, они действительно были скорректированы. И последний транш по выплате ленд-лиза был осуществлен нашей страной в 2006 году. Окончательно поставлена точка над «и». Итак, теперь мы подходим к вопросу о том, что же нам оставили победители. Ну, можно ответить так, они нам оставили расколотый мир, холодную войну, и мир, расколотый на две системы. Мы часто слышим этот ответ и говорим о том, что произошла историческая несправедливость, поскольку на смену Горячей войне, Второй мировой войне, пришла война холодная. Во-первых, я бы сказал, что нам они оставили, прежде всего, разгром фашизма и нацизма. Вот ту самую прививку, о которой мы неустанно говорим, против человека ненавичнической идеологии и политики. Это во-первых. А во-вторых, они оставили нам систему международных отношений, которая в течение 75 лет позволяет ведущим странам, ведущим державам оставаться в рамках дипломатии при разрешении конфликтов. Система, которая позволила нам избежать тотальной войны в течение трех четвертей века. В течение трех четвертей века. И, на мой взгляд, создание вот такой системы, это важнейший итог Второй мировой войны. Вот даже наиболее непримиримые противоречия, экономические, геополитические, идеологические, не мешают находить формы мирного существования и взаимодействия, если на это есть желание сторон, если есть готовность, воля находить такие формы сотрудничества. Вот мы с вами живем в очень неспокойное время. Мир турбулентен. Он переживает тяжелейшие, особенно сейчас, в связи с пандемией, тяжелейшие экономические, геополитические, социальные и, конечно, технологические основы, которые меняются. Меняются у нас на глазах. Причем это меняется в жизни общества, государств, наций, целых континентов. Вот в прежнее время, минувшей эпохи, сдвиги такого масштаба, как правило, не обходились без крупных военных конфликтов. Более того, без больших военных конфликтов. Они всегда сопровождались такими конфликтами, силовой схваткой за выстраивание нового мира. Вот после Второй мировой войны, благодаря мудрости лидеров антигитлеровской, прежде всего антигитлеровской коалиции, создавших систему, которая позволила избежать этой опасности в период турбулентности, избежать, которая до сих пор удерживает нас от крайних проявлений вот такого объективного развития истории. Если мы посмотрим на несколько тысячелетий назад, неизбежно нас сопровождали войны, будь то локальные или глобальные. То есть историческому развитию присуще развитие в виде соперничества. Но вот оно не приводило за три четверти века к тотальному конфликту. Поэтому, на мой взгляд, это второй итог, второй результат, который был нам оставлен Творцами послевоенного мира. Вот при всей... В этой связи уместно задать вопрос. Почему так произошло? Почему был реализован именно этот сценарий, сценарий двухполюсного мира? Ну, это что? Случайное стечение обстоятельств? Или это закономерный результат? Или это закономерный результат, который зависит от хода событий, военных событий, прежде всего, от реалий военного времени? Иными словами, это аномалия или закономерный результат Второй мировой войны? Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, вернемся на шаг назад. И к тому моменту, когда создавалась, окончательно сформировалась антигитлеровская коалиция. При всей противоречивости, предвоенной истории и первого этапа войны, я имею в виду 1939-1941 год до нападения на Советский Союз, державы Осии, то есть гитлеровского блока, по сути дела, определяли повестку мирового развития и определяли ее прежде всего своими военными действиями, захватами. Весь первый этап войны, это период триумфального шествия держав Осии по захвату европейских стран. Это означает, что их оппонентам, противникам, они по сути дела не оставляли иного выбора, кроме как объединить свои усилия для противостояния этим планам, планам профашистских сил. То есть, вот обращаю ваше внимание на эту мысль, именно раскручивание военной спирали, спирали военных действий, стимулировало процесс вот этой первичной биполяризации, выводило его на более высокий уровень. Но если к формированию одного блока, то есть блока фашистских государств, его участников подталкивало в основном близость идеологических установок, то есть идеологическая база фашизма и нацизма, и общее неприятие Версальского порядка, то есть их недовольство итогами Версальско-Вашингтонской системы и результатами Первой мировой войны, то в основе антигитлеровской коалиции лежало наличие общей угрозы, угрозы национальной безопасности участников и самому выживанию этих государств, выживанию как суверенных государств. При этом в этот период начальный никаких общих подходов к вопросам послевоенного регулирования у союзников, конечно, не было. Их совместная платформа союзников базировалась на двух общих документах на Атлантической хартии и Декларации Объединенных Наций. Что это означает? Это означает, что у антигитлеровской коалиции поначалу была лишь одна цементирующая база необходимость совместных действий против общего врага. Вот следствием этого обстоятельства было то, что перспективы существования данного объединения по сути дела ограничивались рамками войны и его итогами. А послевоенное будущее выглядело довольно туманно. Эта ситуация осложнялась тем, тем фактом, что масштабы перемен, вызванных войной, носили поистине грандиозный характер. На какое-то время утратили государственный суверенитет целый ряд стран, входившие прежде всего в фашистский блок. Некоторые из них входили в блок, так называемый, в клуб великих держав, которые определяли прежнюю динамику международной жизни. Сам клуб великих держав, я всегда говорю, когда говорю о великих державах, и клуб, берите это в кавычки, это термин устоявшийся, сам клуб великих держав претерпел существенные изменения, причем не только в плане своего состава, но и в качественном отношении. Ведь в рамках этого клуба появились совершенно новые акторы, прежде всего Советский Союз. И ясно, что новая картина мира в корне отличалась от своего довоенного аналога. Это значит, что внутри вот этой системы, которая сложилась в конце мировой войны, появилась совершенно новая форма связей, качественные иные отношения. И стержнем этих отношений в момент окончания войны было то, что историки называют конфликтным взаимодействием. Но в данном случае я обращаю ваше внимание на второй аспект взаимодействия, пусть даже конфликтное в этих условиях, взаимодействия двух держав. Иными словами, война не упростила общий расклад сил на международной арене, а сделала его явно нестандартным, непривычным для традиционного облика мировой политики. Важнейшим итогом стал безоговорочный и полный разгром держав Коси. Это признавали все, это понятно. Оси и всех стран, которые принадлежали и тяготили к Оси. В мировой политике возник определенный своеобразный вакуум. Но вот в этой сфере человеческих отношений существование вакуума нереальное. Его немедленно заменяют какие-то другие акторы, которыми в данном случае были державы-победительницы в войне. И вот в этом факте заложены мины длительного действия. Дело в том, что устойчивый, стабильный миропорядок может существовать только при том условии, что в системном комплексе постоянно поддерживается баланс сил. Баланс сил между ведущими акторами международных отношений. Но именно это условие и было нарушено по итогам войны, и теперь предстояло восстановить его. Восстановить это состояние уже на качественной иной основе. Война полностью изменила политический ландшафт. И победителям нужно было адаптироваться к этой новой системе, к новым реалиям мировой политики. И в наибольшей степени это относилось к США и СССР, которые по итогам войны превратились в своеобразных, я бы даже сказал в кавычках, политических монстров, сверхдержав. То есть государств, которые имели глобальные амбиции и потенциал мощи, достаточный для реализации их целевых установок. Как и почему это произошло? Начнем с Соединенных Штатов. Уже к середине 1942 года стало очевидно, что из великих предвоенных держав, пожалуй, только Соединенные Штаты быстро оправились от шока, вызванного падением японцев на Перл-Харбор, и начали неуклонно наращивать свой потенциал мощи, что естественно вело и к росту, к стремительному росту внешнеполитических амбиций. Наращивание потенциала мощи сопровождалось ростом внешнеполитических амбиций североамериканского гиганта. Там, в Соединенных Штатах, все чаще стали говорить о том, что судьба возложила на США глобальную ответственность за судьбы человеческой цивилизации. Я тоже цитирую. Это вы можете найти, по сути дела, во всех изданиях, газетах тех времен. А вот в остальном мире пока царила волатильность, волатильность, которая зависела от положения на фронтах и которая вносила дополнительную неопределенность в процесс переформатирования всей сферы международных отношений. Повторяю, главным фактором, который определял течение вот этого процесса переформатирования международных отношений, течение исход, был характер войны, характер боевых действий и ситуация на фронтах Второй мировой войны. И вот тут наступает 43-й год. Год перелома. Год, когда началось изгнание фашистских захватчиков с территории Советского Союза и далее до Берлина. Вот с момента победы Сталинградской битвы, исход войны, я уже не говорю о Курске, тем более, но тем не менее. Кстати, многие историки считают, что исход войны был предрешен еще в битве под Москвой, когда 10 октября 41-го года командующим фронтом был назначен маршал Жуков, и через три недели, фактически через три с половиной недели началось контрнаступление советских войск под Москвой, отбросивших гитлеровцев на сто и более километров. И с этого момента началось движение вспять, хотя лето 42-го принесло гитлеровское наступление вглубь страны. Тем не менее, вот в этот период происходит для людей дальновидных, становится ясно, что война пошла в другую сторону, и окончательный перелом со времен Курской битвы. Слушайте, это было ясно для тех, кто непосредственно участвовал в событиях, для тех, кто жил в то время и видел, что происходит. Но получается так, что для многих современных политиков и историков этот факт не очевиден. При этом вопрос о характере будущего миропорядка от этого, конечно, не становился яснее. Ситуацию осложняло то, что в ядре самой антигитлеровской коалиции стало нарастать внутреннее расслоение. Большая тройка, всегда тоже мы это берем в кавычки, большая тройка уже не являлась альянсом равноценных союзников. Ведь именно в это время, именно в это время, в мировой политике, еще в годы войны, зарождается новая категория государства, государства-сверхдержавы, на которые претендует Советский Союз и Соединенные Штаты. А Великобритания постепенно откатывается на позиции младшего партнера, главных действующих лиц этого союза. Вот я могу это утверждать, поскольку вот эта диспозиция впервые, на мой взгляд, проявилась еще в ходе работы Тегеранской конференции в декабре 43-го года, когда решение ключевых вопросов в повестке дня зависело в большей степени от способности советского и американского руководства выработать согласованную позицию. И Великобритании, и Черчиллю конкретно, приходилось в данном случае следовать в фарватере вот этой согласованной позиции, даже в том случае, когда он не был с ней согласен. Поэтому вопрос был в том, прежде всего, насколько вот эти новые претенденты на глобальное лидерство были готовы к конструктивному сотрудничеству. Причем не только в введении войны, но, самое главное, в процессе послевоенного регулирования. Но, поскольку антигитлеровская коалиция была классическим союзом военных лет, созданным ради организации отпора, агрессии, все остальные сюжеты были для членов альянса вторичны. Вторичны и проблематичны, ибо каждый из них имел собственные государственные интересы, которые во многом противоречили друг другу. Война отодвинула эти процессы, отодвинула на задний план. Но ни в коей мере не устранила их полностью из политической повестки. Поэтому, по мере приближения окончания войны, когда исход уже был ясен всем, даже самым закоренелым скептикам, вопросы послевоенного урегулирования выдвигались на первый план, а острота и масштабы разногласий начали неуклонно возрастать. У антигитлеровской коалиции была довольно короткая по историческим меркам жизнь, но в ней отразилась противоречивость и неоднозначность вот этой переломной эпохи, когда участники этого альянса после войны резко изменили вектор своего взаимодействия. Вот если на переговорных площадках в Ялте, во время Ялтинской конференции, я бы даже сказал, и в Потсдаме тоже, лидеры большой тройки, хоть и не без проблем, но все же находили взаимоприемлемые развязки, то в практической политике уже тогда в отношениях между США и СССР стали возникать опасные трения, которые очень быстро привели к формированию нескольких узлов противоречий, борьба за разрешение которых и определила динамику становления послевоенной модели международных отношений, которая получила название биполярной. Почему только две державы? Почему биполярная, а не триполярная или многополярная? Ну, прежде всего, хотелось бы отметить, что здесь есть качественная новизна. Ни в одном из военных конфликтов нового и новейшего времени, то есть эпохи в течение нескольких веков, разгром противника не был столь сокрушительным. И столь сокрушительным. Вот даже в Первую мировую войну, а вы знаете, что в Первую мировую войну, напомню, Германия вообще не вела боевых действий на своей территории. И она эвакуировала свои войска с территории Франции после подписания Компьенского перемирия. Вот даже в Первую мировую, когда Германия была нагло разбита, ее поражение не было столь катастрофичным, как в 1945-м. А теперь Германия на время перестала существовать как суверенное государство. Германия и некоторые ее партнеры. И вот этот вакуум, как я уже говорил выше, образовавшийся вакуум в международных отношениях, естественно, был немедленно заполнен державами-победителями, которые, что и этот факт сам по себе, создавал предпосылки для возникновения дисбаланса на международной арене. Почему? Потому что итоги войны, или, скажем так, пользуясь терминологией в кавычках, раздел добычи, условный, повторяю в кавычках, происходил отнюдь неравномерно, а в соответствии с тем удельным весом, которым обладала та или другая страна-победитель. Мы уже говорили о том, что в этой среде к концу войны четко обозначилось появление вот этой новой категории – сверхдержавы. И именно эти сверхдержавы, как наиболее мощные акторы в мировой политике, стали диктовать свои условия в процессе послевоенного урегулирования. В том, что, по иными словами, мой главный тезис состоит в том, что именно две сверхдержавы, в том, что появились именно две сверхдержавы, явилось прямым следствием конкретного события, развития военных действий на фронтах Второй мировой войны. Хорошо известно, мы с вами это знаем, что решающий вклад в разгром гитлеровских войск внесла Красная Армия. Я говорил об этом в самом начале, об этом говорили мои коллеги. Но это значит, что к концу войны Красная Армия была самой мощной, прежде всего сухопутной армией, была самой мощной армией в мире, несмотря на то, что по численности она не уступала Соединенным Штатам. Но имея в виду боевой опыт, который был за ее плечами, имея в виду ее готовность к боевым действиям, это была самая мощная. Армия в мире. А мы знаем, что военная мощь во все времена являлась основой такого ключевого понятия, как потенциал мощи, потенциал мощи государства. Вот это первая причина. Вторая причина. В условиях индустриального общества, в котором... Мы уже живем в постиндустриальном обществе, но в тот период, в условиях индустриального общества, военная мощь, как, впрочем, и сейчас, неотделима от мощи экономической. Это значит, что СССР в это время обладал высоко развитым ВПК, военно-промышленным комплексом. Это был современный, развитый, который производил мощное вооружение, современное вооружение. Это вторая причина. Добавьте к этому высокую степень морально-политической сплоченности советского общества, которое оказало победу в войне и дух советского солдата, который был солдатом-освободителем Европы и мира от фашизма. Добавьте к этому беспредельный героизм советских людей в годы войны. Это тоже добавляло веса на чашу весов Советского Союза. Добавьте к этому обширную ресурсно-сырьевую базу Советского Союза, которая в тот момент была сопоставима разве что с ресурсной базой США, а по многим параметрам ее превосходила. Ну и, наконец, к этому я бы добавил исключительно высокий авторитет, которым обладал в то время Советский Союз. И эти факторы, названные мною, говорят о том, что да, Советский Союз вполне естественно превратился в центр притяжения для всех сил, которые условно ориентировались на левую часть политического спектра. В данном случае я объединяю в этом понятии левые силы всего мира, левый спектр. Вот другим полюсом, который стал центром притяжения для государств, стали Соединенные Штаты. Это были государства, которые разделяли либерально-демократические ценности. Ну, почему именно Соединенные Штаты? Начнем с того, что вообще боевые действия, если мы посмотрим на карту, велись за тысячи миль от американского континента. На самой территории США же не было боевых действий. Японцы воздушные шары запускали там, один или два долетела до территории США. Ну, за исключением, конечно, тех солдат, которые воевали в Европе. В действующей армии. А подавляющая-то масса американцев знала о войне только по кадрам кинохроники. И не иначе. Зато американская экономика получила от войны гигантские дивиденды. Почти вдвое, по сравнению с довоенным, вырос объем промышленного производства в США за годы войны. Почти в два раза. Особенно, если мы с вами вспомним, что США больше всех стран пострадали в годы мирового экономического кризиса, 29-го, 33-го года. То мы увидим, что после войны они не только превзошли этот уровень, не только вышли на прежний уровень, но и существенно превзошли, увеличив вдвое свой потенциал. Три четверти залаптового запаса свободного мира к концу войны были сосредоточены в США. На их долю приходилось половину, примерно половину мирового промышленного производства. На долю одной страны. Доллар. Доллар стал основным расчетным средством мировой экономики. 44-й год Бреттон-Вудская система. Создана Бреттон-Вудская система, в соответствии с которой доллар стал ключевым элементом для расчетов. Наличие вот этого мощного, мощнейшего, я бы сказал, экономического фундамента, потенциала, дополнялось тем, что на него опиралась разветвленная, оснащенная самой современной техникой военная машина. Я недаром обозначил численность американской сухопутной армии, примерно 11 миллионов, такая же, как у нас. Но за годы войны американцы сумели создать разбросанную по всему миру сеть военных баз. То есть, что естественно укрепляло их стратегические позиции в послевоенном мире. Таким образом, к концу войны в Соединенных Штатах сформировалась удачная, с точки зрения реализации их государственных интересов, связка экономической и военной мощи, как они сами говорили, альянс бомбы и кошелька. Такой был термин, принят, по выражению одного из американских политик. И, конечно, эта связка выглядела очень внушительно и делала претензии США на мировое лидерство более чем весомыми. Вот казалось бы, что ни одна другая страна, включая СССР, в тот момент не могла конкурировать с Соединенными Штатами в споре за лидирующие позиции в послевоенном мире. Ну и, конечно, добавьте к этому исключительность претензий США, которые многократно усилились с того, что на данном конкретном этапе только эта страна обладала новым видом оружия, которое не имело аналогов по своей разрушительной мощи. Только американцы в этот момент располагали атомной бомбой, которая была сначала испытана летом, а потом сброшена на Хиросиму и Нагасаки. Малыш и Толстяк, две эти бомбы, которые унесли сотни тысяч жизней сразу и несколько миллионов впоследствии. Конечно, став монополистом на обладание ядерным оружием, США получили дополнительный рычаг давления на СССР, но эти возможности, их возможности, на мой взгляд, были все же не беспредельны. Почему? Во-первых, потому что Советский Союз знал о работах, которые велись в Соединенных Штатах по созданию атомной бомбы. Наша разведка работала очень качественно, поэтому эффект неожиданности, на который так рассчитывали в Белом доме, был явно смазан. Когда Трумэн в ходе Потсдамской конференции, как бы невзначай сказал Сталину, рассказал ему об испытаниях атомной бомбы, Сталин при этом совершенно не удивился, и это разочаровало Гарри Трумэна, потому что Сталин знал об этом заранее. Во-вторых, в Советском Союзе уже были развернуты активные работы по созданию собственного ядерного оружия, и требовалось только некоторое время, чтобы завершить этот проект и лишить США монополии на обладание этим оружием. При этом важно, что американское руководство в это время довольно слабо представляло возможности вот этого государства-союзника, который постепенно превращался и фактически в конце войны превратился в главного оппонента. Ну и наконец, в-третьих, хотя в высших эшелонах военно-политического руководства США уже в первые послевоенные годы не исключали возможного военного столкновения с СССР, и более того, допускали использование ядерного оружия против бывшего союзника, ну на практике, конечно, вплоть до начала, условного начала холодной войны, где-то в районе 47-го года, осуществить это было, на мой взгляд, просто невозможно, и в общественное мнение было совершенно неподготовлено к тому, чтобы воспринимать бывшего партнера, союзника по разгрому в качестве смертельно опасного врага. Что еще очень важно? Вот в эти первые годы атомная бомба воспринималась просто как орудие чудовищной разрушительной силы, которая отличалась от других видов вооружения лишь мощью, колоссальной мощью. А вот то, что его использование выводит военные действия и саму войну на качественно иной уровень, осознавалось очень абстрактно. И при планировании будущих военных операций, армейские аналитики отталкивались, как правило, от опыта Второй мировой войны. Ну вот неудивительно, что американские и британские генералы, при разработке возможных сценариев будущей войны, делали акцент на массированное применение дальней авиации с использованием атомного оружия для уничтожения военных индустриальных объектов. И вот это напоминало воздушные атаки, массированные атаки на Германию и Японию в годы войны. Советская военная мысль в это время делала упор на действиях ударных танковых группировок, что опять-таки напоминало гигантские танковые сражения в Советско-Германском фронте. А о том, что появление этого оружия, ядерного оружия, в корне изменит все наши фундаментальные представления о характере военной стратегии, пока мало кто догадывался. Это, между прочим, произойдет значительно позже, я бы сказал, только в 60-е годы, после Карибского кризиса, когда мир оказался на грани войны. И вот понимание этого созревало уже на рубеже годов, и даже Дуайт Эйзенхауэр в частном порядке, хотя он уже был президентом, признавал, цитирую, даже если предположить, что мы можем выйти победителем из новой мировой войны, жертвы разрушения будут таковы, что наша политическая система не сможет нормально функционировать как минимум два десятилетия. Итак, итоги войны, решающие вклад Советского Союза в победу, оказали, на мой взгляд, важнейшее, если не сказать больше, решающее значение, влияние на то, что в мировой политике сформировался не один, а два полюса, которым стали тяготеть остальные участники международных отношений. Но так называемая Большая Тройка спрашивается, куда она делась? Куда делась Великобритания? И почему Англия, долгое время занимавшая ведущие позиции в сфере международных отношений, утратила свое влияние на мировую политику? Почему начинается закат? Вот Черчилл написал очень интересные мемуары о Второй мировой войне. Ну, уже тот факт, что в Советском Союзе и в России, и в дальнейшем, они были изданы девять раз в переводе. Вот третий том этих мемуаров называется «Триумф и трагедия». Триумф и трагедия для Великобритании. Черчилль был очень чувствительным и тонким политиком, и он очень остро переживал процесс превращения Великой Британии в Малую Англию. Почему это произошло? Ну, ответ тут в общих чертах известен. Считается, что Лондону, прежде всего, пришлось заплатить слишком высокую цену за достижение победы, и в итоге у английского, у британского общества уже не хватало ресурсов для того, чтобы обеспечить и социальную стабильность, и проводить эффектную глобальную внешнюю политику. Но, можно возразить, Советский Союз понес гораздо большие людские материальные потери, и, тем не менее, Советский Союз сумел стать сверхдержавой, укрепив свои международные позиции. Почему это произошло? Ну, на мой взгляд, первая причина состоит в том, что политическая элита Англии оказалась не готова к восприятию того, как страна должна реагировать на новые масштабные послевоенные реалии. Консерваторы категорически не желали мириться с этими новыми реалиями и грезили о возврате к золотому викторианскому веку, XIX веку, когда ведущие позиции в мировой политике принадлежали Лондону. Их оппоненты-либористы понимали, что повернуть колесо истории вспять невозможно, то есть затормозить процесс изменений. Но это была молодая партия, довольно молодая партия, которая не имела какого-то солидного международного опыта, а, соответственно, рецептов возвращения этого величия. Это во-первых. Во-вторых, почему Англия не сумела стать полноценным центром силы, касается особенностей ее европейской политики. Ведь британская элита традиционно воспитывалась в духе неприятия прямого вовлечения их страны в дела континентальной Европы. В этой трактовке миссия Англии заключалась в том, чтобы выполнять роль арбитра в разрешении европейских коллизий. Но вот в новой ситуации Европа могла хоть как-то конкурировать с новыми сверхдержавами, только если бы она интегрировала в единый комплекс свои экономические и политические потенциалы. Вот эта мысль была очевидна многим европейским политикам той эпохи. И именно в это время в Европе родилась целая россыпь различных интеграционных проектов. Поэтому вопрос заключался в том, кто возьмет на себя инициативу в реализации этих планов, кто станет лидером в становлении европейской интеграции. И Англия не сумела воспользоваться этим шансом или не захотела, и в любом случае не стала локомотивом вот этого важнейшего процесса послевоенного мира. Есть еще одна причина. В ходе войны серьезно трансформировалось понятие, такое понятие как потенциал мощи. Вот применительно к Англии в потенциал мощи входило сохранение огромной империи. Огромной империи, колониальной империи. Она обеспечивала метрополию ресурсной базой, позволяло контролировать основные торгово-финансовые потоки, гарантило постоянное военно-политическое давление на страны периферии. Но ситуация резко изменилась, потому что в годы войны и перед властями встала задача мобилизовать все ресурсы для обороны метрополии. И сама империя уже нуждалась в помощи метрополии от посягательств держав оси. И таким образом потенциал Великобритании, то есть колониальная империя в годы войны, превратилась в фактор, который подрывал военные усилия Британии. Ну и, наконец, четвертая причина в этой связи состоит в том, что для того, чтобы претендовать на роль некого полноценного центра силы, центра государства должно обладать определенной социальной привлекательностью для своих союзников. Вот в то время в мире существовало только две, как я вам сказал, державы, которые обладали такой привлекательностью. И считалось, что за ними будущее. Если Советский Союз это был центр, который привлекал левые силы, то Соединенные Штаты обладали таким потенциалом с точки зрения либерально-демократических устремлений. Вот в силу этих причин Англия утратила позиции, и мир сложился как биполярный, а не триполярный. Таким образом, все участники послевоенного урегулирования, включая Великобританию, должны были подстраиваться к тем условиям, учитывать те условия, которые возникли в ходе выработки вот этого нового модуса взаимодействия двух претендентов на мировое господство. Но радикально никто из них, конечно, на этот процесс повлиять не мог. Вся палитра разнообразных политических решений, по сути дела, свелась к тем конфликтам, которые возникли между Советским Союзом и Соединенными Штатами. И вот для европейцев главная инновация вот этой новой палитры международных отношений после Второй мировой войны, главная инновация заключалась в том, что если раньше Европа являлась центром мира, имею в виду и Первую мировую войну тоже, центром, который определял основные тенденции развития международных отношений, своего рода научной лаборатории, различного рода идей, проектов, то создание биполярной системы теперь стало делаться не столько в Европе, сколько в Москве и Вашингтоне. А Европа оказалась расколотой на две части, которые противостояли друг другу в идейно-политическом плане. И таким образом сама идея биполярности, по сути, ставила под вопрос перспективу единого европейского пространства. И вместо этого политическим элитам Европы пришлось задуматься о развитии региональной интеграции, как средстве укрепления своих позиций в структуре биполярной системы. Вот именно война, точнее, я бы так сказал, ее итоги дали решающий импульс процессу перерастания планов интеграции из теории в практику. Война, кроме этого, оказала гигантское влияние, но сейчас уже не буду об этом говорить, на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Национальное освободительное движение получило серьезную поддержку и в ряде стран стало претендовать на то, чтобы стать во главе новых независимых государств. Но на самом деле это очень важный процесс, потому что вот этот неожиданный вектор вносил, я бы сказал так, дополнительную интригу в становлении нового модуса взаимодействия. Вот вопрос о будущей ориентации этих государств третьего мира, так называемого, стал принципиально новым. Вот в Ялте Рузвельт и Сталин прежде всего думали о том, как найти взаимоприемлемую развязку спорных вопросов, связанных с урегулированием в Европе. Вот была ключевая, да, появление этих четырех Д, точнее, трех, превратившихся в четыре принципа урегулирования в Европе. Но вот уже спустя 3-4 года после этой конференции в центре внимания советского и американского руководства были сюжеты, касающиеся положения дел в Восточном Средиземноморье и на Дальнем Востоке. Таким образом, суммируем. Война, важнейший итог войны состоял в том, что она похоронила европоцентричную организацию международного пространства, на которой на протяжении нескольких веков базировалась вся мировая политика. Вторжение ряда азиатских государств и их функционирование в системном комплексе уже тогда способствовало усложнению внутрисистемного взаимодействия и появлению новой политической повестки. Итоги войны, осмысление итогов войны стимулировали переоценку системы приоритетов в рамках такого понятия, как потенциал мощи. Если раньше в это понятие входили прежде всего количественные и качественные характеристики вооруженных сил, то Вторая мировая война убедительно продемонстрировала рост значимости других факторов геоэкономического порядка, таких как обеспеченность топливом, состояние транспортной инфраструктуры, продовольственное состояние базы и так далее. Вот, кстати, в этой связи один из наиболее видных представителей нового поколения политической элиты, Гималле, в середине 50-х годов с горящей говорил «Мы рассчитывали на магию франко-английской формулы, но ее провал доказал, что две наши страны уже не имеют достаточного авторитета, чтобы сдвинуть чашу весов в свою пользу». Даже попытки выработать вот такого рода оптимальную формулу интеграционных проектов, которые позволили бы консолидировать имевшиеся в послевоенной Западной Европе ресурсы в единый комплекс, не давали возможности, не давали поводов надеяться на то, что европейцы могли бы реально конкурировать с этими двумя новыми лидерами, которые определяли правила игры. Вы меня вправе спросить. Да, вот появились две сверхдержавы. Да, они определяли правила игры. Это хорошо или плохо? Ну, знаете, вопрос о том, хорошо это или плохо, из области морали, а не науки. Но факт, на который мы должны опираться при оценке этого события, состоит в том, что именно формирование вот этой системы, сопоставимой по потенциалу мощи, даже с разными идейно-политическими установками, позволило выработать такой механизм, который позволил человечеству избежать военного, тотального военной конфронтации в течение трех-четвертей века. Слава Богу, что была создана новая организация, достаточно эффективной, действенной организации объединенных наций. И слава Богу, что был создан механизм внутри Совета безопасности, с правом ветра, который стал универсальным средством предотвращения такого рода конфликтов. Но с полицентричностью, да, в системе международных отношений было покончено надолго, во всяком случае, на длительный промежуток времени. Таким образом, можно констатировать, что именно ход войны, что именно ход военных действий, ее тотальный характер, нанесли фатальный удар по принципам полицентризма в организации международного пространства, что два претендента на роль полноценных центров, лучше остальных участников войны, приспособились к выполнению этой роли в новых условиях. И именно Советский Союз и Соединенные Штаты нашли форму мобилизации своих ресурсов, их приспособления к требованиям тотальной войны. И таким образом смогли обеспечить себе доминирование в послевоенном мире. Вот как полагает наша историческая наука, отечественная, российская, я бы выразил это одной фразой. После войны советско-американское соперничество в послевоенном мире было по всей видимости неизбежным. Вот это закономерный результат расклада сил и результата Второй мировой войны. Понимаете, ведь в конечном счете появление поведения государственной международной арены определяется государственными интересами. государственными интересами, которые в любом случае обеспечивают безопасность и гарантируют сохранение суверенитета. Это аксиома. Вот, как отметил один крупнейший специалист в области истории международных отношений Генри Моргентау, цитирую, государство эгоистичны по своей природе в обеспечении безопасности. Вот это качество проявилось в годы войны, оно проявилось в ходе формирования послевоенного мира порядка, когда обе сверхдержавы на первое место поставили проблему наращивания потенциала мощи и видели в этом залог собственной безопасности. И в процессе переформатирования всего международного пространства в рамках коалиционного взаимодействия. Вот конфликтного взаимодействия. Смотрите, контуры послевоенного мира были определены по формуле конфликтного взаимодействия. Но мир был сохранен. А сейчас, если мы будем исходить из этих позиций, из представления о потенциале мощи, из представления о государственных интересах, мы же можем сделать все то же самое на основе нашей этой новой реальности. Вот здесь я не могу не упомянуть вчерашнее выступление уважаемого Антонио Фалика, когда он открывал фотовыставку, фотовыставку, посвященную Второй мировой войне. Ведь главный тезис его выступления состоял в том, что мы должны объединиться перед этой новой реальностью. Мы должны мобилизовать наши усилия и совместными усилиями преодолеть те трудности, которые сейчас стоят перед человечеством. Вот этот призыв сейчас более чем актуален даже в условиях конфликтного противодействия, элементы которого мы наблюдаем, из которых я начал. Но для этого нужно не утаивать правды. Для этого нужно использовать историю как науку, которая опирается на достоверные факты, а не как политику, опрокинутую в прошлое. Вот что для этого нужно. Мы должны быть на научной основе. Этого нам не хватает. Поэтому, говоря, завершая свое выступление, хочу еще раз сказать, два ключевых итога было в войне. Это разгром в самой человеконенавистнической, отвратительной идеологии армии и нацизма, и фашизма, с одной стороны. С другой стороны, победителями в этой войне выступали не только страны антигитлеровской, коалиции, которые безусловно были победителями, но мы все, даже мы сидящие в этом зале. Потому что благодаря итогам войны, благодаря тому вкладу, который внесли страны антигитлеровской коалиции и прежде всего Советский Союз в войну, мы с вами можем сидеть в этом зале и обсуждать эти вопросы. Спасибо за внимание.